Вопрос 1265. Юрий Гагарин погиб при испытании. Тело его не было найдено. Слепая Ванга говорит, что он на другой планете. — Что вы на это скажете? — отвечает Игнатий Латкин. — Это Ванга, ведьма, служитель сатаны, о чем она и не скрывала, говоря о том, как вошел в нее этот дух. Ее хозяин дьявол есть лжец, а колдуны служители сатаны. Если другой планетой она называет преисподнюю или ад, то тогда она права и сама уже находится там. — Гагарин был безбожником. Он не мог совладать с той земной славой, которая обрушилась на него. — Мне пришлось сидеть в Барнаульском СИЗО в 112 камере в 1986 году в марте месяце с Лозином Анатолием Максимовичем, кандидатом технических наук, который был преподавателем второй группы космонавтов и хорошо знал Гагарина. И рассказал не только о его жизни, но и о смерти. Этот развратник погиб беспокаянно, с матершиной на устах. Дух, который погубил его, хитро назвал местом мучения другой планеты. Еремея, срок 9-16 — Грозное положение твое и надмены сердца твоего обостили тебя, живущих в расселенных скал и занимающих вершинях холхолмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко слил гнездо твое. «Я оттуда не зрен у тебя», — говорит Господь. Исайя 14, 11 — Преисподнюю, низверженная гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Когда любовь и жажда знаний еще горят в душе твоей, беги от суетных желаний, от убивающих людей. Себе всегда перед всеми верен, иди, люби, и не страшись. Пускай твой путь земной примерен, с непогибающим дружись. Пускай гонение света взыдет, звездой злосчастья над тобой, и мир тебя возненавидит, отринь, попри его с тобой. Он для тебя погибнет, долин, но спасена душа твоя, ты притечешь самодовольный к пределам страшного бытия. 1833 год, Николай Владимирович Станкевич. Жил он всего лишь, получается, 37 лет, с 1813 по 1840 год.